Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты ж, е-мое, гляди, как красиво-то все, как на ладони Все тут смеются, веселятся, стоят, говорят, водичка близко Когда по ногам пройдет, обхохочемся Грибы России Мне, конечно, кажется, что 4 года назад было лучше Но я этого хотел, я этим беляшом жил Привет, ребята, мы на берегу Балтийского моря В национальном парке Куршская коса На самой ее оконечности, неподалеку от Литвы Поселок Морское Слышите, как шумит море? На Балтике сегодня крайне беспокойно Попадание сюда осуществляется со стороны Зеленоградска При въезде на косу стоит КПП За въезд в парк нужно заплатить 300 рублей Для пешего туриста или для туриста, передвигающегося на автобусе Никто этих денег не требует у вас Билет можно купить онлайн Говорят, здесь есть какие-то рейнджеры, смотрители Которые в случае чего могут подойти к вам и спросить Что это вы, собственно, делаете Для меня, как человек с камерой, естественно, это важно Поскольку я совсем не выдаю себе местного Для которых, естественно, попадание сюда, на эту территорию, бесплатное Я заблаговременно позаботился Еще очень рано и кругом стоит абсолютная тишина На въезде домики, еще они немецкие Я подозреваю, что чуть ли не половина из них Это гостиницы, гостевые дома и прочее Здесь тоже все люди стилизовать под фахверк Как и в Калининграде Кирх, насколько я знаю, в Пелькопане не сохранилось Но есть вот такое новострой Это храм иконы Божьей Матери Адигитрия Рядом небольшой скромный мемориал Павшим в годы Великой Отечественной Маленькое поселение А вот и строения немецкие, прусские И в пику моим утверждениям о немецком Вот оно Край земли русской все-таки Патриотичник Потрясающе подернутые временем немецкие домишки С очевидно, чуть более современными пристройками Приглядитесь В уголке какой интересный элемент Треугольное окошко Здесь, видите, не стоит вопроса о том, что надо ставить пластиковые окна Потому что зачем? Шум моря не напрягает А вот на этих метальончиках восьмиугольных Очевидно, было что-то немецкое написано Но во время советификации наверняка это было снято А палки-то для скандинавской ходьбы я и забыл Интересно, можно ли туда забираться? Или это тоже является частью дюны? Не ходить Да, написано Запрещено Но значит мы и не пойдем Читайте обозначение Природа здесь крайне хрупкая Везде, где нельзя ходить Не ходить Здесь эта упреждающая разметка выглядит уместно Признаться, в некоторых местах не очень понятно, можно ли проходить Или нет Написано, что экологическая тропа должна быть открыта в июле 21-го А сейчас уже сентябрь 21-го заканчивается Но раз здесь нет прямо указующих знаков на запрет прохода Мы попробуем пролезть Очевидно, да Это правильный путь Потому что здесь обнаруживаются объекты инфраструктуры И какие-то обозначения Береговая батарея Рауль 39-го года Последняя из построенных немцами в мирное время Ну и естественно самая северная получается Самая окраинная И даже пройти сюда можно И даже для туристов что-то есть Ну, не поразит это вас, конечно, великолепием Но спуск вниз удобно оборудован И, кстати, ну вот можете заметить, как движутся дюны Прямо наступая на инфраструктуру Можете заценить толщину стен Что вполне логично Выдержать попадание артиллерийского снаряда Вот так это выглядит Издалека Здесь целый комплекс таких укреплений батарейных Не знаю, есть ли проход к другим Но, по крайней мере, тропки на карте указаны А картам вообще не верьте Здесь очень многие тропинки в нескольких картах Ведут туда, где написано проход запрещен Следуйте за знаками еще раз Зацените, как это выглядело когда-то Огромная пушка Вместо нее нам Сейчас поставлена деревьяха Дабы все продемонстрировать Нечто похожее на обзорную площадку Кроется В конце еще одной из тропок Я видел это все снизу И это, пожалуй, самая высокая точка Насколько мне известно, самая высокая точка этих дюн 64 метра Возможно, это она Возможно, туда нельзя Олень все выдает Вряд ли каким смотрителем стали бы делать оленя Строг для себя Потрясающая история Как бы вы лезете на объект инфраструктуры Но на свой страх и риск Ух ты ж, е-мое Гляди, как красиво это все Как на ладони Ну что ж, хотел я добраться до высоты эфа Но передо мной стоит Знак о том, что проход, проезд и прочее запрещено Очень жаль, меня очень хорошо вела карта Поэтому придется возвращаться обратно Самая большая проблема парка Курская коса Заключается в том, что здесь крайне редко ходят автобусы Я вот только что посмотрел след уезжающему А следующий только через 2 часа До города пилить 30 километров А мне нужно посетить еще несколько пунктов Это первое Ну и второе Я увидел рейнджеров на автомобиле Но они не остановились А вам хочу сказать Даже если рейнджеров здесь немного Но заплатите вы эти 300-чики Они пойдут на доброе дело Высадят новые деревья Рекреационные работы проведут Какую-нибудь еще эко-тропу сбабахают От вас не убудет А доброе дело будет сделано Хотя я абсолютно уверен, что до меня Никто не докопается, пока я здесь буду ходить Как бы не сглазить Подходим к высоте F И тут обнаруживается Туристическая инфраструктура Ларечка, правда, закрыта Но сейчас, правда, не сезон Ознакомившись с правилами Выходим на экологический маршрут Идти здесь тоже можно только по настилам И, судя по всему, нас ждет Хорошее такое путешествие вверх Поскольку главная цель этого маршрута Посмотреть сверху на дюну С высоты F Глядите, какая красота С видом на дюны Специально оборудованные смотровые площадки На середине пути И будет наверху тупиковая Глядя отсюда, можно заметить Насколько неспокойно нынче Балтика И насколько тихо Тихо-Буржский залив Сейчас пройдем еще выше Возможно, оттуда откроются Еще более живописные виды Удивительное, на самом деле, место С точки зрения всей нашей Среднерусской природы Как будто оказываешься совершенно В другом месте Немного о методе укрепления дюм Изобретенных Францем Эфей Многие старались дюм укрепить и до этого Например, здесь есть высота Мюллера В честь одного из лесоводов Но метод Эфы заключался в следующем Естественно, саженцы использовать в песке Такая себе идея Поэтому он создавал такой Куб из хвороста, тростника То есть чего-то такого Что может дать сосне питательные свойства И высаживал ее сразу же туда С комом земли на корнях И они после этого приживались До сих пор Здесь высаживаются новые деревья Естественно, потому что жизненный цикл У сосен Своеобразный Здесь высаживаются горные сосны Которые менее прихотливы к почвам И в целом сейчас все это выглядит Эдаким Заполненным лесом Единственная дюна, да Она может быть стоит голая Но я думаю, что в этом тоже есть какая-то логика Сама по себе Куршеская коса имеет достаточно переменчивые размеры От 400 метров до 3,5 километров Кстати, раньше она была не целиковой В ней был пролив со стороны Зеленоградска Но потом природные движения сделали так, что залив перестал существовать Представьте себе тот же сам поселок морской, где мы были Несколько раз переносили с места на место Потому что поселок попросту заносило песком С другой стороны От дюны Эфа Можно выйти к морю Через вот эту вот Аван-Дюну Собственно, как она делается? Она чуть выше, чем остальной уровень дюны Сначала все это засаживается травами Предварительно вбив туда Несколько рядов колышек И через 2-3 года, когда траву уже укрепляют Аван-Дюну Высаживаем кустарники Внимание! На море сегодня чисто случайно разверсия филиалада Летрища ужасный И крайне пугающие волны Если увидите такое летом, не залезайте и не купайтесь Будет же вам хуже! Ага, я так и знал Старинная черепица Здесь в цене Они и покрывают различные здания под старину Я просто когда хожу и смотрю на то, как новые крыши У старых домов Я думаю, а куда девается черепица? Они продают ее барыгам А инфраструктура потихонечку заработала 10 часов настало И все потихонечку открылось Так что можете купить здесь все, что хотите Сувениры разнообразные Янтарь, марципан, рыбу копченую В общем, все Кенигсбергские и Калининградские специалитеты Следующая точка нашего маршрута по Куршской косе Это гора Крутая, она же Дюна Крутая Она же высота Мюллера Фамилия главного лесничего когда-то здесь Который в 19 веке эту дюну укреплял К сожалению, мы сейчас не сможем попасть еще в одну интересную достопримечательность Закрытую на реконструкцию Это танцующий лес Он находится как раз между высотой Мюллера И дюной Эфа Представляет собой Посаженный в 1961 году лес Который загадочным образом изогнулся В том числе изогнулся в кольца Есть множество различных версий Более или менее правдоподобных От того, что здесь не теги, а магнитные поля Или же ветер дует, поэтому деревья изгибаются Но только почему-то в том месте Есть и фантастические, и мистические, естественно, варианты Но самое логичное это то, что Какой-то вредитель Личинки его подъедают растущие деревья И таким образом они изгибаются Есть такое поверье, что, мол, если пролезть в это кольцо Которое образовывает дерево, будет тебе счастье Но вы, конечно, этого не делаете Потому что если каждый будет лазить Все деревья попортятся Приехав на Курскую косу, конечно же, готовьтесь К большому количеству свежего чистого воздуха К постоянному ветру Хотя здесь, на удивление, спокойно Но здесь очень широкий участок Курской косы В районе Роситтона-Рыбачьего Он достигает своего максимума Здесь, я думаю, ширина километра два, наверное, с небольшим Поэтому здесь влияние ветров не так сильно А сейчас мы вообще попали в штиль Вот вам танцующий лес в миниатюре Видно, что деревья растут достаточно причудливо Принимают различные формы Действительно, похоже на какое-то ведьмино-капище Если что, это змея-медянка Она не опасна, не кусается Природа Но лучше бы, конечно, встретить зайца Вам может показаться странным Что здесь такие ровные и невысокие деревья Дело в том, что в 93-м году здесь произошел сноветренный странный Очень сильный пожар Тушили его долго, поскольку огонь ушел вглубь И были высажены вот эти вот молодые деревца Представьте себе, только через два года В 95-м все это смогли толком расчистить И снова заняться лесопосадками Берем новые высоты Вид с высоты Мильмера Она же Дюна Крутая Впереди озеро Чайка Мы к нему еще подойдем Обязательно Опа, интерактивчик Потрясающе Новые знания Но пока что никто из этих прекрасных зверей мне не попадался Даже белочки Небольшой здесь маршрут Честно говоря, все обходится Наверное, сверху вниз По кругу Минут за 20 Таким супер неторопливым шагом Если заглядывать Прямо в каждое Отверстие Озеро Мевенбрух Оно же Озеро Чаичье Названо это так в начале 20 века Потому что здесь было Огромное количество чающих колоний И говорят, даже Питались местными Чайками Не знаю, насколько это вкусно и съедобно Но Зная о том, что На полном серьезе Люди в Кёнигсберге Кушали ворон Причем вот здесь Рыбаки занимались добычей Этого гастрономического специалитета И в поедании чаек Я Не вижу ничего особенного Про кёнигсбергских ворон Конечно, интересная история Рыбаки Зимой Когда особо нечего было кушать Кушали Соленых ворон Их действительно Предварительно Засаливали Как засаливают мясо На это нужно было получать разрешение Опытный ловец Мог поймать за сутки 100-200 ворон И все знали Каких ворон надо ловить Слишком черных воронов Ловить нельзя было Потому что у них мясо такое Синее, некрасивое Наверняка невкусное И умешивляли их Особым способом Не сворачивали голову Голову нужно было В определенном месте У ворона надкусить Поэтому и шутят Что сейчас Никто ворон не ест Ибо Перевелись Специалисты Надкусыватели Ворон Всех чайк-то Съели Вон парочка Кружит А еще посреди озера Стоит крест Суть его присутствия Там мне Неведомо Если вы местные Знаете Почему там стоит крест Напишите в комментариях Под видео Мы вернулись Немножко обратно И подошли К последнему пункту Нашего путешествия На Курской косе Это Рыбачий Он же Расситон Когда-то здесь Было прусское Укрепленное поселение Но в 14 веке Сюда пришли Тевтонцы Всех Ассимилировали Поставили здесь Свой замок Но Уже в начале Века 16 Замок оказался Ненужным Они его покинули Потихоньку Этот замок Разобрали Об этих местах Даже Гоффман писал В одной своей Грустной поэме О том как Покидает он Здешние места Но не он Лирический герой Возвращается Здесь уже ничего нет И лишь маяк А сейчас Маяка Никакого нет Поселение Рыбаков Скажем так Находится здесь Старое немецкое кладбище Пара достопримечательностей И из окна автобуса Я уже приметил Несколько Интересных Домишек Которые вам стоит показать Поскольку кладбище Оказалось очень Даже затерянным Ограничимся Вот этим вот Здесь кстати Захоронены Тот самый Эфа И Тиннеман Богослов Орнитолог Который В 1901 году В Росситтоне Организовал Первую станцию По кольцеванию Птиц Мы еще до нее Дойдем Стоит только Войти в рыбачий Можно сразу Заметить Что Ристорические Достопримечательности Конечно же Здесь побольше Чем в морском Будет По крайней мере В плане строительства Смотрите Какая крыша Двускатная Завершенная Какими-то Русскими элементами Орнамента И пожарные машины Их наличие Здесь Абсолютно Обязательно Наверное За 300 метров До этого Была еще одна Пожарная часть Это неудивительно Потому что Конечно же Если все это Заполыхает Заполыхает Вся коса И это будет Экологическая Катастрофа Вдруг высится Шпиль с крестом Это бывшая Росситтонская Кирха 70-х годов 19-го века Постройки Ну естественно Сейчас она Отдана РПЦ Христианам Храм Сергия Радонежского Здесь располагается Можешь заметить Кирха такая Небольшая Скромненькая Без особо Богатого убранства Прекрасные Старинные Хозпостройки Во дворе Здесь нет Таблички В колокола Не звонить Но все равно Не звоните Не хулиганьте Все окна Заменили на пластик Во дно Оставили А за этими Воротами Скрывается Так называемая Биологическая Станция Рыбачий Или Фрингилла Станция Где Кольцуют Перелетных Птиц Дело в том Что именно Через эти места Проходит Большое количество Птичьих Миграций Их здесь Огромные Такими Силками Ловят Исследуют Извешивают Окольцовывают И потом Соответственно Отпускают Представьте Что бы вы думали Это такое А это Меж тем Крытый колодец Множество Эти старинных Артефактов Здесь Разбросано Удивительно Все это Глядеть Смотрите Мертвое Строение Которое Полностью Поглотила Природа Кот Почти дикий Почти Камышовый Я тут немного Углубился Вы можете Спросить А зачем Вообще Изучать Птичьи Миграции Два Основных Ответа Которые Я нашел Во-первых Птицы Являются Иногда Переносчиками Заболеваний И нужно Отслеживать Их движения И во-вторых Поскольку Косяки Птиц Огромные Мешают Пролету Самолетов Я не знаю Насколько Это актуально На данный момент Но Я вполне могу Представить себе Столкновение Самолета С Крупным Косяком Понятно Что Птицы Не летают На высоте 11 километров Но Существуют Взлеты Посадки Наборы высоты И прочее Мы наконец-то Выбрались С Курской косы И оказались В Зеленоградске Тоже Достаточно Старинное Поселение Когда-то По Курской косе Пришли сюда Литовцы И убили Некоторое количество Христиан Это очень сильно Возмутило Тевтонский орден Они поставили Здесь крепость Потом Перенесли ее Чуть дальше Чуть дальше Крепости Менялись Терялись В конце концов Оборонительное значение Их сошло на нет И вплоть до 18 века Здесь была Всего лишь Небольшая Рыбная деревушка О которой нет Практически Никакой информации А вот Что было дальше Это история Удивительного Сохранившегося По сей день Курортного города Сейчас мы пойдем И я вам все Расскажу Море еще будет Но прежде чем идти Я зашел в пирожковую Собственно Почему она А не какое там Однейшее заведение Она находится Как раз Рядом с вокзалом А все потому Что здесь продают Богатырский Беляш Это абсолютно Легендарная вещь Которую я пробовал Здесь лет 5 назад Это такая здоровенная Штука В которую запихивают Мне кажется Что все Мясо Картошку Овощи Наверное все Что осталось Предыдущего дня Это жутко жирно Нажорно И это Первый специалитет Который я По-настоящему Хотел попробовать Я шел к нему Года 4 С тех пор Как попробовал Первый раз Ребята Это сильно Мне кажется Что 4 года назад Было лучше Но я этого хотел Я этим беляшом Жил А я всегда добиваюсь Того Чего я хочу Кстати У меня сегодня День рождения Поэтому Это мой Себе подарок В конце 18 века Один из немецких Профессоров Заметил Что люди Живущие На Курской косе На побережье Балтийском Живут в среднем Дольше чем немцы И Казер Фридрих Вильгельм Третий Приказал Обустроить здесь Курорт Но конечно Этому помешали Наполеоновские войны Практически сразу же По их окончании Здесь Начались Активные работы В 1816 году Зеленоградск Тогда еще Кранц Стал Восточно-прусским Курортом В 1824 В 1824 году Он принял 200 человек Сейчас он принимает Конечно же Гораздо больше С 15 мая По 15 сентября Длился сезон Если вы Смотрели Один небезызвестный фильм С Джеком Николсоном То знаете Что там тоже был Курорт Так скажем Гостиница Которая Закрывалась В определенное время Вот здесь было так же Но это сейчас Может в любой гостинице Селиться Когда угодно На самом деле Прекрасное впечатление Я здесь уже бывал Неоднократно Вы сможете В этом убедиться Здесь не только Историческая часть В сторону Курской косы Растет квартал Уже более современных Многоэтажек Но там тоже все Красиво И аккуратно Не удивляйтесь тому Что в городе Будет множество котов Они не официальный Символ Зеленоградской Здесь даже есть Музеем посвященный И есть Три гендера Городу очень повезло Гармонично развиваться В середине 19 века Это место было Объявлено Королевским курортом Позже здесь Пролегло Шоссе Железная дорога До Кёнигсберга Да и война В общем-то Эти места Не затронула Поэтому можно Наблюдать все Практически В первозданном виде Да, какие-то здания Есть заброшенные Что-то Деревянное Унесло пожарами Но вы сейчас увидите Как здесь На самом деле Хорошо И в отличие От соседнего курорта Светлогорска Здесь гораздо проще Перемещаться Потому что Светлогорск Он на достаточно Гористой местности Расположен А здесь же Равнина И поэтому Для больных Для отдыхающих Для курортников Которым Нельзя ходить Вверх и вниз Это очень удобно Замечательная карта Зеленоградска Кранца На одной из тем И вы здесь Можете Увидеть Где мы находимся А находимся мы Где-то Вот здесь Рядом со сквером Королевы Луизы Посмотрите Отдельно на герб На нем Изображена Камбала Камбала Это Местный специалитет Копченая На сосновых Шишках Напротив Этой таблички Небольшой Такой скромненький Скверик Королевы Луизы У нас стоит Ее памятник Луиза Это Крайне местночтимая Пруссами Женщина Супруга Фридриха Вильгельма Третьего Это памятник Насколько мне известно Раньше стоял там Где сейчас Располагается Одноименный Бювет Ее имени Любили ее Пруссаки За кроткий нрав За справедливость За хорошее отношение К людям Множество И памятников Поставлено И много чего посвящено А еще Один факт Связывающий Луизу С Россией Это то Что дочь Ее Шарлотта Была Супругой Николая Первого То есть Сама Луиза Переходится Бабушкой Александру Второму Царю-Освободителю Главная Пешеходная улица Курортный Проспект Из интересностей Из интересностей Вот этот вот Жилой дом С аптекой И магазином Адвер Принадлежал Еврею Эрнсту Врешинскому Его тоже любили Особенно местные рыбаки Поскольку Когда зимой Деньги у тех Кончались Он охотно Давал Лекарства В долг Когда всех Евреев Стали выгонять Во времена Третьего рейха Из Зеленоградска Кранца Тот уехал В Берлин Попал в лагеря А далее Следы его Затерялись А вот эта будочка С экскурсиями Тоже не просто Будочка Это Бывшая будочная Построена Еще в начале 20 века В 1905 году Они тут Будут Везде Почувствуйте Как говорится Атмосферу Старого Немецкого Курортного Городка До моря Здесь совсем Ничего От вокзала Понятно Что не все Здания Здесь сохранились Оригинальные Многое Это новострой На старых Фундаментах Либо Новострой Полностью Тем не менее Общая стилистика Конечно же Сохраняется Причем Очень И очень Мило Янтарь Вот продают А я все В своих Калининградских Выпусках Не упоминал Что Ведь здесь Добывается Процентов 90 Наверное Всего Мирового Янтаря Не все Прекрасно Даже на Курортном Проспекте Вот этого Странного Странного Этот дом Голом А выйти В шелках И парче И всем Таком Полностью Готовым Буквально Два месяца Назад До того Как я сюда Приехал Этот дом За 52 Миллиона Кто-то Кто-то Купил И в течение Трех лет Обязался Его Отреставрировать Но пока что Как вы видите Ничего Не происходит Можете оценить Плачевное состояние Здания Кто-то пытался К нему что-то Пристроить Как будто бы Наверняка Это все Проделки 90-х годов Ненароком Появляется Ленин Это Ленин В Роттердаме Храм апостола Андрея Первозванного И видны купола А между тем Это Неоготическая Капелла Тоже еще Рубежа 19-го И 20-го Веков Позже Конечно же Перестроенная Погружаемся Из этого Пряничного Кранца В более Привычные Пейзажи С этими Красными Черепичными Крышами И не узнаете Теперь Капелла Выглядит Так Словно Это просто Храм Так построенный По Типу Корабля Коих Множество Христианской Культуре Прошу Заметить Все Немецкое Где-то Рядом С Лениным И этим Фахверковым Домом На этом Примерном Месте Находилась Синагога И рядом Был Дом Еврейской Общины Но в 37-м Году Были Приняты Расовые Нюрнбергские Законы Согласно Которому В курортных Городах Немцам Запрещали Селиться И Отдыхать Евреям Евреи потихоньку Покинули Этот город Что дальше Было бы Умолчим Конечно 37-й год Выдался Не только у нас Очень сложным На зданиях Общины Было Нарисовано Две Звезды Давида Которые Затем Немцы Закрасили Написали Какое-то Изречение Из Мартина Лютера Готическим Шрифтом Но Эту Надпись Потом Конечно Тоже Закрасили Вот Так Происходит Смена Эпох А сейчас Ничего Будь-то Не напоминает Об этом Событие И тут же С курортного Проспекта Мы сворачиваем В тихую Немецкую Улочку Очень атмосферный Город Мне сложно Судить Я особо Не был В курортных Городах Я был В Юрмале Не в сезон Которая Не претендует Наверное На что-то Подобное Был Конечно На знаменитых Курортах Ленинградской Области Но здесь Какая-то Все же Своя атмосфера Здесь нет Вот этой всей Курортной Похапщины Которая Например У нас На югах Случается Все-таки Гений Место Работает На Зеленоградском Как и во всей Области Кстати Это чувствуется Все-таки Это Онемечивание Территории Каким-то образом Влияет На людей Это хорошо И это здорово Это то влияние Которое нужно перенимать Не в первый раз Сегодня встречаем Такие деревянные элементы В оформлении крыш Интересно Есть ли в городе Какой-нибудь Дизайн-код Какие-то Правила Застройки На новых Местах Потому что Наверняка Какие-то Из этих Зданий Новострой И все равно Никто не пытается Влепить сюда Какую-нибудь Будку С шарьером Пластмассовую И крыш Я вижу Везде Вот покрыты Хоть и такой Новый Металл-черепицей Все равно Стиль Схраняется Внезапно Бывшая Воднопорная башня Ныне Отреставрированная Под музей Мурарио Наверное Самое крупное Собрание Сувениров Связанное Как раз таки С кошками Тем самым Неофициальным Символом Настолько Это все Реконструировали Что аж Построили Внутри Лифт Ну и Обзорную Площадку Конечно же Пустится Шпиль Собора Преображения Господня Посмотрите Он выполнен Из дерева Раньше Это была Кирха Святого Адальберта Когда Отбыли На этой башне Колокола Которые В Первую Мировую Войну Переплавили На орудия Но потом Община Вновь Собралась И Купила Колокола Вновь Но наверняка Их Сняли После 1945 Года В Калининградской Области Ты непременно Становишься Очень Капризным С точки зрения Архитектуры Католической Архитектуры Лютеранской Ты смотришь Уже на кирху И говоришь Такой Не впечатляет Не впечатляет В то время Как Увидите Такую кирху Где-то В другом месте Если вы видели В моих выпусках Как я на это Реагирую Вы Все бы поняли Зеленые насаждения Свечным огнем И монументом Это бывший Парк Плонтаже Пришлось Его закладывать Сразу же Как только Был здесь Основан курорт Поскольку Деревьев Было Очень мало Может быть Тевтонцы Все посрубали Как на Курской косе Но Тем не менее Пришлось В срочном порядке Открывать В 1856 году Этот парк был Открыт Для посещения В центре Есть небольшой прудик Тоже сохранившийся Еще С тех Древних времен Называется он Пруд Аистиной Потому что Когда-то В середине Была фигура Аистов И вел туда Мост вздохов А еще У этого пруда Есть Второе Альтернативное И может быть Более современное Название Сейчас мы до него Дойдем И я вам Расскажу Очевидно Аист Был здесь Небольшой астролог Посреди пруда Известный прием Садово-паркового Искусства А еще одно Название этого пруда Тортилен Якобы здесь Живет черепаха Тортилла В какой-то момент Людям пришла В голову мысль О том Что Очень уж Кранц Похож на город В котором происходило Действие сказки Золотой ключик Поэтому это Может быть Менее известный бренд Чем Кошкин Но существующий По крайней мере Знакомый местным Никаких особенных Увеселений Парк Плонтаже Не предлагает нам Но оно И не надо Наоборот Некое тихое Место уединения От шумной Жизни курортного проспекта От шумной Жизни набережной Я понял Куда улетели все 800 пар чаек От изголодавших Росситонцев Грибы России Да не Действительно Тут вокруг пруда Вот такие Статуи грибов И описание Прямо по всему периметру Оп А я же говорил Прекратите Представьте Представьте Сегодня вы за один выпуск Узнали Как остановить гибель Лебедей И что делать Если вы нашли тюленя Бэкпейкеры Обучающие Рядом С Плонтаже Находится Городское кладбище Но это все Не важно О другом Хочу сказать Что где-то здесь Чуть подаль Находится Свиной болото Оно же Швентланд И именно в этом месте Когда-то Был пролив Который потом зарос Сейчас единственный пролив Находится Рядом с Клайпидой Именно поэтому Курское у нас не озеро А залив конечно Пусть и очень слабо Соединенный С морем И вода в нем Насколько мне известно Пресная Хотя и на Балтике Соленость воды Невысокая Но там совсем Уж пресно все И ненароком Вышли к Балтике Вы понимаете О чем я Именно здесь Пролив находился Море все никак Сегодня не успокоится Как я сгрузился Часов В половину восьмого В морском Так и сейчас уже Четыре часа дня А Балтика Никак не успокоится Дикий пляж Но с него мы попадем На комфортабельный И очень-очень здоровский променад А парень там в опасные игры играет Перемещаемся на променад Первый променад был Поменьше Метров 900 Сейчас 2 километра Был деревянным А теперь вот такой вот усиленный Волны до сюда не достанут Разве что Конечно может размыть все К черту Тут кстати до сих пор Продолжают заполнять табличку С температурой воздуха Холоды И волнения моря В надежде что кто-то все-таки пойдет Искупаться Я максимум попался В первых числах мая здесь Здесь В Балтийске Везде Я уже приехал на курорт Но сейчас наверное не полез Хитроумное устройство променада Мною открыто Вот как оно выглядит Оно стоит на сваях Которые очевидно достаточно сложно подмыть Они же сделали конечно же там Бетонный фундамент Ой прекрасное место для тусовок Так и вижу как меня здесь Четыре человека бьют ногами Тут целые археологические раскопки Археологические, культурологические Можно проводить Исходя из надписи Такое чувство что Эта табличка насажена на багор А бросать то что? Извините что будет так ветрено Честно говоря Больше Балтики чем сегодня Я в своей жизни только пил А вот и они Подтопление А вот таких вот стикеров я не ожидал А вот и билет королевы Луизы Тот самый о котором я говорил Поставлен в 2006 году Располагался он на площади Корса Когда-то главной площади Крансен Располагался здесь Крайхаус Так называемый Главная гостиница Курорта Сейчас здесь тоже Сохранились такие вот Прекрасные строения Чуть Заигрывающие с модернизмом Вместе С традиционными Элементами Немецкой архитектуры Благо Я подготовился Пойду Наберу минеральные водички Насколько мне известно Существует даже Производство минеральной воды Зеленоградской Но И не удивительно Сейчас попробуем Вдруг меня это оздоровит У меня сегодня день рождения Поэтому у меня очень тяжелый вечер Ну За ваш здоровье Славенькая такая минерализация Вода У некоторых С-под крана Течет такая Ну потому что Труп проржавел Немного химии У меня практически Все из этого есть Ожирение Если вам не хватает шуба-волн Вы всегда можете прогуляться по пирсу Он огромный Врезающийся прямо в море Вокруг бушует стихия Наверное Наверное вы это слышите Как далеко Он растирает Не прыгать Только с него Это небезопасно Глядь на рыбаков У меня за спиной Хочется спросить А рыба Под водой Чует волну? Жду пока нас смоет На самом деле Все тут смеются Веселятся Стоят Глядят Водичка близко Когда по ногам пройдет Обхохочемся Еще одно чарующее место Между променадом И курортным проспектом Здесь все Не так радужно Не отреставрировано Остались старые артефакты Такая условно Пешеходная часть Говорит этот мужчина На автомобиле Время лингвистических парадоксов После того как Кранц-Зеленоградск Вошел в состав Советского Союза В 45-м году Его хотели сначала назвать Балтийском Затем назвали Ну и продолжительное время Нахимовском Но тут вопрос Причем тут Нахимов Здесь же никогда Особот военного флота И не было И база военного флота Здесь даже не планировалась В результате Балтийском назвали Пилау В котором на самом деле База военно-морского флота Военные аэродромы И прочее А про Нахимовск Как-то благополучно забыли Тематические люки Выпуск второй Я замечал Что в некоторых местах Еще осталась Графика Со шрифтом чемпионата мира Таким псевдорусским Немецкая 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 Интересно Куда ведут Вот эти вот маленькие окошки Я вот В одном из своих выпусков Спросил у подписчиков Не пригласит ли меня Кто-нибудь В избу Никто не пригласил Спрашиваю второй раз А не пригласит ли меня Кто-нибудь В старый немецкий дом Ну вдруг За спрос Денег не берут Не то что за местные сувениры Хотя Знаете И недорого Можно прибарахлиться Пошли совершенно Пасторальные районы Чуть-чуть отходим Вдаль В сторону Противоположную променаду И начинаются вот эти вот Таунхаусы Зелень Город соответствует Своему названию Новые дома Старые дома Но откровенные похабщины Это очень приятно Я не вижу Историческая часть Здесь не такая уж и большая Потому что все-таки Понятие Крупного курорта Современное И крупного курорта Тогда в Восточной Пруссии Немножко разные были Здесь проживает К 17 тысяч человек В Калининградской области Вообще очень мало Даже средних городов То есть Наверное Второй после Калининграда Город Там живет 1035 Все эти люди Живут в основном Вот в той части Весьма приятно Красивых многоэтажках Обещал байку про Камбалу Расскажу байку про Камбалу Как-то раз поехал я Значится в Янтарный На шашлычки Это здесь поселок На побережье Где янтарный комбинат И прочие красоты И решил я половить рыбу А чтобы вы понимали Рыбу я ловил в жизни Ну наверное раз-два Когда был маленький Мы просто срубали орешник Привязывали к нему леску С грузилом И крючком И что-то даже ловили Ну так вот Купил я значит себе Моднейший спиннинг Купил я себе там все Наборы Прочитал Прочитал всю теорию Как ловить Камбалу Знаю что здесь есть Камбала Вышел я такой В Янтарном Насадил кусок какой-то рыбы Еле-еле отковыренной Сломанным ножом Бросил Жду Бросить получилось хорошо Думаю что-то не то Бросил еще раз Не то Бросаю-бросаю А не клюет Я думаю Пойду зайду в воду Немножко Штанишки-то подвернул Иду я такой А воды глубже чем по щиколотку Не становится Но я дальше отошел Еще отошел Смотрю уже берег Далеко-далеко Воды все еще Даже до колен не дошло Не подумал я что-то Что шельф здесь на Балтике Категорически мелкий Балтика в принципе Не очень глубокая Хорошо что не видел никто Засмеяли бы небось За это меня Стыдно Рыбу не поймал А еще с женщиной был Перед ней-то Вообще Не очень Плохой я рыбак Одним словом Но если вдруг Вы хотите меня научить Ловить рыбу Вы там зовите Ну и еще раз Про рыбаков Была здесь рыбацкая деревушка А потом пришли все эти Шумные Состоятельные Парусаки И проблемы стали С бизнесом-то у рыбаков Всех их значит С пляжей выгнали Запретили коптить там рыбу Разделывать Чтоб дурно не воняло А в довершении К всему В 1899 году Всю рыбацкую деревушку Практически смыл шторм Вот тем самым Балтийским А называлось между прочим Их компактное поселение Аж маленьким Берлином Целые стенды здесь Посвящаются королеве Луизе Туристическая тропа Отель Бювет Королевский бор На косе Проездом Из Кенигсберга В Мемель Здесь она была Мемель Это Нынешний Город Клайпида Который По другую сторону Косы находится Ну и дом сохранился В котором она останавливалась Конца 17 века Постройки Сейчас очевидно Этот дом Жилой Сохранился Вот такой вот Медальончик Вот благодарных Жителей города Не беспокоить Жильцов дома Никакого музея В этом доме нет Но мы никого Не побеспокоим Новодел по сути Вот что современники Говорили о королеве Ябы Женщины Советовал вам Прислушаться К этим людям Из 19 века А то с повесточкой Уже утомили Ну что ребята Нагулялся я сегодня По Балтике Вдоволь Побывал в куче Населенных пунктов На этом я буду заканчивать Потихоньку свое видео Поэтому все кто Посмотрел его до конца Ставьте пальцы вверх Пальцы вниз Как вам угодно Комментарии Ругательства Похвалы Принимаются Как в комментариях Под видео Так и в письменном виде За адресом В личку Подписывайтесь на мой канал На мой контакт На мой инстаграм А пока что До новых Калининградских Видео ребята Пока 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 котики Это я не вам Субтитры сделал DimaTorzok